МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На доверии уже не поездишь. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги. В Беларуси появится реестр легальных перевозчиков. Это наше здоровье, тем более дети есть, ездят с детьми. Что стало последней каплей? Пойман, значит, вор. У бобруйчанки на вокзале украли сумку. Как работают преступники со стажем? Полезный челлендж. Горожан призывают выйти на борьбу со снежной стихией. Чего только не сделаешь ради работы. Где взять инвентарь? А также рекордный спрос, гололедные травмы и вкусное белорусское. В стране сформированы стаб-фонды. Сколько продукции в закромах? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Роковая поездка. В Беларуси появится реестр легальных перевозчиков. В него включат всех, кто работает в этой сфере. Основной приоритет обеспечить безопасность пассажиров. Одна из отдельных тем – интернет-агрегаторы. О стиле вождения водителей маршруток сложены легенды. Считается, что лучше обходить и обижать их стороной. А если посчастливилось передвигаться на этом виде транспорта, то перед тем, как сесть в салон, обязательно нужно перекреститься. Шутки шутками, однако печальная статистика идет в гору. За 2023-й произошло свыше 100 аварий с участием перевозчиков. Погибли 37 белорусов. В целом вопрос стоит очень остро и неоднократно поднимался на уровне главы государства. Последней каплей стала трагедия под Смолевичами. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам. Наличие необходимой водительской категории и стажа. Людей возят все, кто хотят. А потом дикие аварии. Стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет. Режим труда и отдыха не соблюдаются. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги. Вскоре в стране появится специальный реестр. В него включат всех, кто работает в этой сфере. Таксопарки, диспетчеры, водители. Каждое транспортное средство. Основной приоритет – обеспечить безопасность людей и легализовать работу перевозчиков. Крайняя мера – изъятие машины в досудебном порядке. На доверие поездить уже не получится. Будут определены основания для исключения из реестра. И планируется определить незаконную и запрещенную транспортную деятельность и деятельность водителей в области перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении. В том числе и автомобилями такси без включения в реестр. Древое сведение – трещина на лобовом или лысая резина. Нередко перевозчики грешат и так называемыми дополнительными местами. За неполный 2023-й проверено свыше 10 тысяч авто. Нарушений – более 9 тысяч. В антирейтинге и превышение скорости. На трассе, как показывает практика, за рискованные поступки лихачи платят сполна. Это наше здоровье. Тем более дети есть, ездят с детьми. Не дай бог, что это, конечно, нужно, чтобы безопасно было. В большинстве-то все, может быть, эти перевозчики порядочные. Но среди них-то бывает, наверное, и не очень. В целях безопасности это действительно стоит и нужно делать постоянно. Контролировать обязательно нужно, чтобы и безопасности пристегивались, чтобы даже в маршрутках. У вопроса есть и финансовая сторона. 30 миллионов рублей потеряла Беларусь из-за неуплаченных налогов от перевозчиков. И это цифры только за 9 месяцев. Правоохранители пресекают сокрытие выручки, дробление бизнеса и зарплату в конвертах. В текущем году работниками инспекции были установлены два случая применения схемы дробления бизнес с субъектами хозяйствования города Бобруйска. По результатам проведенных внеплановых проверок, дано числено в бюджет более 6,3 миллиона рублей. В Бобруйске только за два месяца изъято четыре автомобиля. Недобросовестный таксист оказывал услуги без госрегистрации. У трех водителей маршруток и вовсе отсутствовала лицензия. Зачастую пассажир и сам не знает, кто его везет. А ведь нужно не так много, чтобы облаченный проезд не стал билетом на тот свет. Мария Бересневич, Елизавета Лепеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Всем оставаться на местах работают профессионалы. У бобруйчанки на вокзале украли сумку. Будучи проездом в Могилеве, женщина купила билет на автобус и ушла. Ручную кладь оставила в здании. Когда вернулась, обнаружила пропажу и вызвала милицию. Вещи, как оказалось, унес 41-летний местный житель. Ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбой. Возбуждено уголовное дело. Рейд безопасности, новый рекорд и новогодний бонус. С 1 января увеличится минимальная зарплата. На сколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси сформированы стаб-фонды под полную потребность на межсезонный период. В хранилище заложены более 120 тысяч тонн плодовочной продукции – картофель, морковь, капуста, свекла, яблоки и лук. Вкусные запасы уже начали использовать детские сады, комбинаты школьного питания и медучреждения. С 1 января в Беларуси увеличится минимальная зарплата. Ее размер зависит от уровня инфляции в стране. В начале 2024 оплата труда вырастет на 72 рубля и достигнет 626. Меньше этой суммы организации и предприятия не вправе платить сотрудникам. Исключение – работа по договору подряда. В стране достигнут новый рекорд по продаже авто. В ноябре белорусы приобрели свыше трех тысяч машин. В лидерах легковушки завода Белджи – 70% от общего объема. Таким высоким показателем способствует рост реальных денежных доходов населения и комфортное автокредитование. К слову, в четыре раза увеличился спрос и на электромобили. Профилактика пожаров в частных домах проводится в стране. С наступлением холодов спасатели отправляются в рейды, чтобы предупредить происшествие. Упор сделан прежде всего на пожилых людей. Некоторые не следят за исправностью печей. Это может привести к печальным последствиям. Из-за погодных условий резко увеличилось количество обращений в травмпункты. Медики отмечают рост числа обморожений и гололедных травм. Только в конце ноября было зарегистрировано 1773 случая. Чаще всего за помощью врачей обращаются в Минской области. Специалисты напоминают о предельной осторожности. В Новый год с новыми силами. В белорусских санаториях на зимние праздники забронировано свыше 95% мест. Основные клиенты из-за рубежа. Традиционно россияне, а также гости из Прибалтики. Особым спросом пользуются туры выходного дня и двухнедельные путевки. Выручка от экспорта услуг выросла более чем на 26%. Средняя стоимость за сутки в этот период – около 115 рублей. Мы ожидаем, что практически по всем показателям лечебно-здоровительный комплекс выйдет на не то что доэпидемический уровень, но и превысит по ряду показателей. По итогам года мы ожидаем, что мы впервые за последних три года превысим цифру по иностранным гражданам в 200 тысяч. Ожидается, что порядка 207 тысяч иностранных граждан у нас пройдут лечение оздоровления. В праздничные дни здравницы примут почти 24 тысячи отдыхающих. Для гостей подготовили насыщенную программу. Всего же в Беларуси работает свыше сотни санаториев. За 9 месяцев лечения и оздоровления прошли более миллиона 150 тысяч человек. Снега много не бывает. Беларусь справляется с последствиями четырех аномальных циклонов. В Бобруйске за последние несколько дней выпала месячная норма осадков. Толщина белого покрывала 14 сантиметров. Силы на уборку бросили все – от коммунальных служб до обычных горожан. В соцсетях запущен тематический челлендж. Чего только не сделаешь ради работы. Обильные осадки отступают. Осталось справиться с их последствиями. Выбраться из снежного плена можно самостоятельно, не дожидаясь коммунальных служб. Если дома нет ничего подходящего, инвентарем обеспечит ближайшая ЖЭУ. Любая помощь будет кстати. Пьедестал триумфа. Ирина Курочкина пополнила список достижений. Во дворце спорта в Минске прошел международный турнир Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Он собрал 260 самых сильных атлетов из восьми стран. Бобруйчанка Ирина Курочкина одержала красивую победу над россиянкой Мариной Симонян в весовой категории до 57 килограмм. На этих соревнованиях я была уверена, я очень хорошо подошла. Рада, что так получилось, без травм. Получилось реализовать свои приемы, свои действия. Мне нужна была эта победа, наверное, больше для уверенности в себе, что все делается правильно. Ирина выступила прекрасно, показала очень высокий уровень технической и тактической подготовки. Была произведена большая работа подготовки к этому турниру. Мы прошли ряд сборов, и вам порадовали и зрители, и тренеры хорошие, красивые борьбы. Всего в копилке белорусской сборной 24 медали, из них 8 золотые. Для команды это заключительный старт сезона. Впереди подготовка к Олимпийским играм, которые соберут лучших спортсменов мира в Париже летом 2024-го. Сразу после нас Бобруйск Лайв. Моя коллега Мария Бересневич расскажет, почему белорусское образование высоко ценится во всем мире. Анонсирует дату репетиции централизованного экзамена. И выяснит, когда выберут короля и королеву новогоднего бала 2023. Все ответы в 20.45. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА